Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. И снимаю уже третий, наверное, дубль, потому что от неопытности начала снимать на фронталку и поняла уже на середине видео это только, поэтому пришлось переснимать, потому что качество хоть незначительно, но все равно портится, поэтому будет так. Этот ролик сейчас, этот фрагмент я снимаю уже после того, как смонтировала практически весь ролик, поэтому я знаю, что вам предстоит увидеть. И конкретно сейчас я хочу немножко рассказать, что в этом ролике и показать вам работы, которые я закончила или наполовину закончила и то, что я сейчас вижу, потому что поставлять ролик на неделе, к сожалению, не получилось. Была сложная неделя. Вот. Видео получится небольшим и скорее оно будет таким атмосферным, когда я просто снимала что-то со стороны, буду накладывать свой закадровый голос. Вот. И зато это не будет вас откликать от вязания, чтобы вам нужно было смотреть на экран только в самом начале немножко. Вот. Остальное можно просто будет послушать. Вот. Надеюсь, вам будет интересно. Если это так, оставайтесь на канале, смотрите, делитесь, отвечайте на вопросы. Буду рада. Всем привет! Сейчас хочу вам показать, что вяжу. У меня на спицах сейчас вот такие варежки. Они выглядят такими коротышками, но на самом деле это внутренний слой. Вот. Внутренний слой связан из Drops Air. Очень мягкая пряжа. Мне очень нравится, как она на самом деле смотрится во внутреннем слое, как ощущается. Такая просто облачко. А верхний слой будет из пуха норки. Вот. Это я сейчас пытаюсь раскататься со своими зимними заказами, чтобы дать ей начать уже вязать что-то другое. Вот. Сейчас покажу, как это смотрится. Вот. Внутренний слой будет выглядеть таким образом. Сверху будет резинка и внешний слой тоже обычной лицевой глади пуха норки. Вот. Как-то так. Очень теплые варежки получаются. В ролике я показывала, как я вяжу вот эти вот варежки. Вязала тогда внутренний подклад. Вот. Я его довязала и уже связала практически все, кроме... Связала все, кроме пальца. Эту ниточку не беру, потому что после стирки буду сшивать их, чтобы они были одинаковые. Вот. Палец. Это всегда самое сложное, потому что пальцы я вяжу на пяти спицах. Остается не связан до тех пор, пока я не сужу вторую варежку, и тогда начинаю довязывать уже пальцы. У меня есть варежки, от которых отказал... отказалась... отказался покупать им. Даже не видя их, просто пропал после заказа. И они так и остались с недовязанными пальцами, но я думаю, что довяжу и выложу. Они получаются невероятно теплыми. И на такие холода, на зиму, на ветреную погоду... Вот я считаю, это самые теплые варежки, потому что они были уже проверены на улице. Они действительно очень-очень греют. Вот. Так что, если думали, что связать, или у вас постоянно холодно там, где вы живете, потому что у нас, конечно, зима скоро закончится, и они уже будут актуальны в следующем году. Но если вы живете в местности, где холодно долгое время, или морозы ощущаются по-другому, то я очень советую такой состав двойных варежек, дропс-эйр и пух норки. Вот. Делаю все. Делаю несколько рядов другим цветом, чтобы потом это распустить и вставить вот как раз пух норки и начать вязать из нее. Вот. Здесь я уже связала, набрала все петли на палец, осталось только разъединить и связать уже дальше, потом связать палец и присоединить пух норки и связать. В общем, я где-то считала, сколько по времени у меня занимает вязание вот таких двойных варежек. С учетом того, что пух норки вяжутся дольше у меня почему-то. Возможно, потому что пряжа еще достаточно новая для меня, хотя я всю зиму из нее много вязала, но пока еще привыкаю к ней. Где-то одна варежка у меня занимает, наверное, часов восемь, восемь-десять, наверное, где-то примерно так. Вот. Одна варежка. То есть две варежки это часов шестнадцать примерно. Ну, это много, да. Если вязать на заказ, то нужно, конечно, учитывать то, сколько я вяжу. И интересно, кстати, если вы вяжете на заказ, как вы рассчитываете стоимость ваших изделий и умеете ли вы правильно считать, исходя из того, сколько времени вы тратите, сколько усилий, насколько сложна та работа, которую вы делаете. Потому что для меня, я вяжу на заказ, но для меня этот вопрос пока такой самый сложный, наверное, потому что если учитывать все факторы, то понимаю, что ценник будет не низкий. Ну, хотя, с другой стороны, вязание на заказ по размерам человека и вообще ручное вязание, ну, не может, что и дешево. Ну, в общем, пока для меня это такая дилемма. Если вы вяжете на заказ, вяжете уже давно, поделитесь, пожалуйста, как вам удается выставлять ценник не космический и при этом, чтобы вас устраивала ваша зарплата. Поделитесь, пожалуйста, потому что для меня это очень актуальная тема. Вот, буду рада вашим ответам. Так, набор к этим варежкам и вот шапкам я вязала уже. Шапки отдала, варежки одни отдала, и вот остались эти варежки, и я вяжу еще бактус. Так, я не вижу себя сейчас, надеюсь, что вам видно. Вот такой вот бактус, он сейчас мятый, потому что он лежит у меня в сумке моей вязальной. Кстати, у меня нет вязальной сумки, но у меня есть шопперы, которые шила мама. Она их шила на заказ. Вот, обычные из стопроцентного хлопка. И, в общем, у меня таких несколько шопперов есть, и я постоянно в них перевожу свои проекты. Кстати, очень удобно. Вот. В общем, вот, пока это только начало. Я пока не знаю, какой длины буду вязать. Буду смотреть по пряже. Вот. Посмотрю, сколько будет уходить, сколько у меня будет оставаться, чтобы мне хватило. Потому что, вот, хочется, чтобы он был не слишком короткий, чтобы можно было надеть и на голову, и можно было шею завернуть, чтобы это не просто как аксессуар было, чтобы он действительно согревал. Вот. Это тоже пухнорки. Вяжу в две нити, и одна дополнительная нить здесь. Вот. Получается плотно такое. Как бы не сказать, что оно не рыхлое, но и при этом оно не плотное. После стирки пушок, когда еще выпрямится, будет прям очень хорошо. Я его еще расчешу. Вот. Так что это пока вот еще один проект, который я взяла. В�っike. Иглии. Для получения неприсутствователь. Т�-шу! Коп-пок-пап-папа . Вirlingιд Tib eins Avi's millions сил. Где дирекист��이 нам слышно? Как! Кто вяжет, расскажите, какие у вас планы на весну? Какие изделия хотите связать? Я хотела связать лапопейсу, такую зимнюю. Ну, лапопейс, а не, наверное, все такого варианта теплого. Вот. Ну, я имею ввиду не теплого, а который хочется как раз носить зимой, в морозы. Вот. Но так как я уже не успела в морозы, думаю, все-таки оставить эту затею до следующего, до следующих морозов, до зимы, до осени, может быть. Может быть, чтобы так в удовольствие повязать без спешки, начну где-то в конце лета. Вот. Хочу связать такой свитер оверсайз просто от горла, знаете, чтобы выносить под пальто. И хочу связать кардиган себе. Вот. Пока еще не знаю, какой. Мне хочется и просто... Я любитель лицевой глади, просто обычную лицевую гладь. Вот. И в то же время хочется что-то с узорами. Вот. Сейчас передо мной лежит книга японских узоров. Я каждый раз, когда ее смотрю, думаю, что хочется сказать что-то. Смотрю эту книгу и понимаю, что все самые сложные узоры состоят просто из обычных лицевых изнаночных петель. Как много новых изделий можно придумать, комбинируя эти узоры. Это удивительно. Из нее какой-нибудь узор взять или скомбинировать что-то. Еще у Пистнит тоже есть клевый очень узор на кардиганы как раз там на публицах. И тоже мне очень нравится этот кардиган. Но я не искала, на самом деле, сегодня только немножко полазила в Пинтерест, посмотрела узор, где-то схему, где можно взять. Вот. Хочется его. Короче, столько всего хочется, где взять времени и денег на пряжу, чтобы все это связать. А так я, конечно, минималист в одежде. Потому что, когда касается каких-то вязаных изделий, то хочется вязать, 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 вязать. Вот. Вязать. 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 В этой неделе два бактуса. Вторую варежку и хотелось бы закончить носок, про который я вам говорила, который вот он лежит. В прошлом видео я про него рассказывала, если вы еще не смотрели, то переходите, буду рада. Здесь осталось вот связать только вот там всем немножко и можно будет их носить. Вот, это планы на следующую неделю. Хочу связать мужу свитер, такой как джемпер, наверное, даже больше, знаете, чтобы он не ассоциировался только зимой. Пряжа была такая подходящая для любых сезонов. Типа там вот весной, осенью, может, холодное лето тоже можно было его надеть, потому что лето у нас часто непредсказуемое. Вот, я хотела вязать из Drops Nepal. Если вы вязали из этой пряжи свитер, расскажите, пожалуйста, как вообще ведет себя эта пряжа в джемперах, как она в норске и какой у нее вообще срок ношения. Потому что я из этой пряжи не вязала, но видела, что многие вязальщицы как раз джемпера вяжут из этой пряжи. Хочу вам показать, что я купила. Купила сейчас спицы. Это Drops. Мне они очень, кстати, нравятся. Мне нравится их кончик, который такой. И не сказать, что он сильно острый, и не сказать, что он какой-то там тупой. То есть у меня есть спицы, где тупее кончик, а мне не очень нравятся. Вот эти очень классные. У них очень хорошая вот эта леска. Вот, она не стоит вот колом. Взяла четверку 80 сантиметров, потому что я буду вязать еще шапки. Зима заканчивается, а шапки у меня все еще заказывают. И буду вязать шапки. Вот как раз мне нужна будет для них четверка 80 сантиметров. Расскажите, какие у вас любимые спицы. Возможно, я хочу обновить вообще свою коробку со спицами, потому что у меня очень много спиц разных, и очень много гаммы. И я бы хотела постепенно заменять их на хорошие спицы, потому что все-таки вязать качественными спицами приятнее. Кто бы что ни говорил. Но вот если хорошая леска, хороший металл или дерево, то вяжется гораздо приятнее и быстрее. Расскажите, пожалуйста, про ваши любимые спицы и почему они любимые. Потому что иногда мне кажется, что это такой маркетинговый ход, когда Чиагу, например, сейчас очень разрекламировали, и ногами вяжут и говорят, что они самые лучшие. Но это неинтересно, почему они самые лучшие. Вот. Чтобы понять, стоит ли вообще на них тратиться или искать другие. Спасибо. Вот. Вот такой моточек, что я его приведу. Завязала два таких моточка пряжи. Это Real Filati. Правильно вроде я их называю. Relax. Я из такой пряжи еще никогда не вязала. Ниточка достаточно такая пухленькая. Она очень мягкая и теплая. Вот. Я взяла ее для того, чтобы связать шапку брату. Скажите, где можно купить Ализе Кашмира? Нигде, вот честно. Не могу найти. В магазинах в Минске ее просто-напросто нету. Видимо, ее сюда как бы не сильно поставляют. Не могу найти. Поэтому я искала замену и в итоге решила попробовать. Конечно, это по метражу вообще, наверное, не та замена. Это пряжа более толстая, потому что здесь 166 метров на 100 грамм. То есть она более плотная. Но нормально. Я думаю, что еще какое-то время сейчас можно поносить, а потом уже осенью, зимой уже будет готовая шапка. Вот. Так. Здесь в составе... Сейчас скажу, где здесь состав. Цвет 01. Цвет 01, если кому-то интересно. Очень такой меланжевый серый красивый. Так. Где же здесь... 70% шерсти. 30% акрил. Вот. Из мериноса я не хочу. Шапки такие растягиваются. И потом... Ну, сидят неплотно. Все-таки с акрилом она будет более такая плотная на голове. Надеюсь. В общем, вот. Это мои новости на сегодня. Наверное, все. Вот. Я рассказала пока все, что у меня на спицах. Вот. Буду выпускать на следующей неделе выпуск. И расскажу, что связала. Надеюсь, что все запланированное, что я вам говорила в этом видео уже, я свяжу. Хочется это раздать и начать уже вязать другие проекты. Плюс сейчас придет еще пряжа на заказы, на шапки. И хочется успеть уже раздать то, что я сейчас вяжу, чтобы не было вот этих долгов. И начать новые заказы. И потом уже вязать свитер мужа. Возможно, я либо на этой, либо, может быть, на следующей неделе я свяжу в магазин, чтобы купить пряжу на свитер мужу. Вот. И покажу вам. Рада, что вы были со мной. Рада, что вы смотрите, что... Досматривайте до конца. Мне это очень приятно. Я как начинающий влогер, ютубер, очень ценю каждый просмотр. Захожу постоянно в аналитику и проверяю, сколько людей посмотрела. Для меня это, правда, очень важно, очень ценно. Спасибо вам большое, что вы здесь. Вот. Очень ценю вас. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok